Добрый вечер, Никуша. Добрый вечер. Давай будем на «ты», потому что мы давно знакомы. Скажи, пожалуйста, я, во-первых, что ты думаешь обо всём том, что сейчас происходит между Россией и Грузией? В первую очередь, я хочу сказать, что это, по-моему, все бы посчитали, что это нереально для страны, для каждой иностранной страны, что оккупировано уже 20% страны, оккупировано за последние 30 лет, да, и когда Шибу говорят, что мы поприветствуем всех, и все, кто-то, например, им уже предлагают нам, что это хорошо, ну, это как бы цинично, и как бы для меня всё это, например, я считаю, что это так не правы страной, когда ты во власти, это всё против наших интересов, наших интересов. Поэтому я думаю, что это ещё для меня, это, как бы сказать, ещё одна, как бы, ещё один шаг, который подтверждает то, что сегодняшнее правительство Грузии очень-очень в близких отношениях с Российской Федерацией, ну, с Кремлём. Как ты найдёшь, будет реагировать на, скорее всего, буквально толпы россиян, которые приедут в Грузию, исходя из анонсов Министерства транспорта России, действительно, очень-очень много рейсов планируется назначать прибыль в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси, скорее всего. Смотрите, россияне, которые тут приезжают, их тут никто не бьёт, не убивает, ну, как наша правительство просто говорило, что мы как бы ксенофобы, и, ну, как Кремль говорит, что русофобия, мы требуем одного, если ты приезжаешь тут к нам в гости, ты должен чтить те законы, те традиции, те обычаи, которые у нас тут в Грузии, ты должен, например, говорить, что когда тебя спрашивают, что Россия оккупировала Абхазию, Россия оккупировала регион Схенвали, ты должен говорить, что да, что Грузия, ну, как бы, что Абхазия — это Грузия, что Осетия — это Грузия, что в Абхазии был геноцид. Ты должен всегда, например, говорить, что когда тебя спрашивают, что сейчас Украина оккупирована Российской Федерацией, что Россия — это террористическая страна, ну, когда ты говоришь, что, например, ко мне сказали неделю назад, что иди попроси у абхазцев, да, когда ты вот такой циничный вопрос, ответ отдаёшь, да, потом будет ответ, который ты после этого заслуживаешь. Поэтому все должны знать, что, ну, тут пока наша страна оккупирована, их не федерация, империя, как бы я сказал, да, их тут не ждут. Тем более не ждут теми символиками, например, как бы Георгиевская лента, да, и, ну, пока я была в автобусе тогда, да, это как бы всё пропаганда. Поэтому если тут россияне приедут, они должны знать, что Абхазия — это Грузия, что Осетия — это Грузия, что Крым — это Украина, что Донбасс — это Украина и так далее, что Бахмут — это Украина. Не планируются ли какие-то просветительские акции для таких россиян? Потому что, ну, наверняка эти люди не очень хорошо осведомлены о политических реалиях вокруг России, да и внутренне, собственно, потому что, ну, насколько мы знаем, очень сильная пропаганда и промывка мозгов, она присутствует действительно. Смотрите, у нас такие акции были, есть и будут. Например, когда война началась в Украине, и этим летом мы с большим динамиком на улицах Тбилиси и всем, ну, как бы, говорили, что сейчас Крым оккупирован, что в Украине сейчас геноцид, что в Абхазии был геноцид, у нас были стикеры, у нас, ну, как бы, большие группы в Фейсбуке, где мы пытаемся им объяснить, что их страна трижды воевала с нашей страной, что убивала детей и так далее. Если кто-нибудь хочет все это, ну, как бы, понять, он или она, они примят, но если они, как бы, поддерживают империалистическую политику Кремля, да, тогда будет трудно. Тогда будет ответ такой, который им не понравится. Насколько я понимаю, надписи в Тбилиси, которые пестрели стены столицы, сейчас они как-то затираются, да, постепенно? Да. Смотрите, эти надписи все я и мои друзья, не только я и мои друзья все сделали, но когда мы делаем такие надписи, после, ну, как бы, или на второй день, или после прохода, ну, как бы, пять-шесть часов, ну, да, наше правительство там отсылает людей, и они все это, как бы, истирают. Это еще, ну, политика, как бы, что, ну, россияне тут чувствовали себя, как бы, покомфортнее и так далее, но все должны знать, например, что такие компании, промокодические компании, ну, как бы, чтобы все знали, что, например, что в Абхазии был геноцид, страны, государства и страны делают сами, они граждане. А тут все наоборот. Мы делаем, а они, ну, как бы, стирают, или, ну, как бы, еще другие надписи делают, да, и, ну, это тоже одно из таких шагов, когда мы говорим, что, смотрите, если мы, ну, например, если я пойду и напишу, что, ну, как бы, а мы не хочу, мы в Евросоюз, да, никто это потом не будет стирать, но если я напишу, что Россия оккупант на стене, с пульверизатором, да, через 2-3 часа они все это потом стирают. Интересно. Никуша, спасибо большое, спасибо, что нашло время и присоединялся к нам в прямой эфир. Надеюсь, что обойдется без напряженности и все-таки ты и твои соратники смогут рассказать и объяснить людям, которые будут приезжать в Грузию, что на самом деле происходит между Грузией и Россией и какую политику Россия ведет по отношению к Грузии. многие-многие годы и теперь уже по отношению к Украине. Спасибо большое. Спасибо вам.